На Украине финишная прямая перед выборами президента, который там уже в это воскресенье. И чем ближе день голосования, тем больше всех занимает, что будет после него. Новые громкие разоблачения связаны с самим процессом. Выясняется, что в списках избирателей тысячи мертвых душ. В Киевской области умершего и вовсе назначили секретарем избиркома. Не просто все и с рейтингом кандидатов, соцопросы все больше напоминают манипуляции. Кирилл Брайнен с подробностями. Ты уже проверил, есть ли ты в списке избирателей? Голосующий гусь – совместный проект украинского Минюста и Центр избиркома. По замыслу создателей ролика, этот персонаж доступно объяснит избирателям, как воспользоваться своим правом голоса. Неизвестно, впрочем, читали ли там каштанку и знают ли о печальной судьбе гуся Ивана Ивановича, на которого случайно наступила лошадь. Но и без этих грустных ассоциаций от выборов 31 марта украинцы, похоже, ничего хорошего не ждут. По данным Киевского центра Разумкова, 42% участников опроса ожидают значительных фальсификаций, 41% незначительных. А в сумме, получается, 83% опасаются подвоха. И гусем тут не товарищ. Если тебя нет в списке, как можно скорее обратись с письменным заявлением в органы учета реестра избирателей. Но что, если в списке избирателей найдутся лишние гуси? К такому повороту ролик не готовят. А вот украинские журналисты проверили и очень удивились. Сотни людей в одной квартире. Прописанных, а значит, голосующих. Киев, Одесса, Харьков. По всей стране на стандартных квадратных метрах нестандартные жильцы. Хозяева их никогда не видели. А ведь трудно не заметить, когда в твоей квартире 287 соседей. Рекорд 800 невидимок в недостроенном доме. В итоге тысячи и тысячи мертвых душ с правом голоса. Известная на Украине технология. Схема, которая может подарить десятки тысяч голосов нужному кандидату. Авторы сюжета задаются вопросом, насколько активными будут эти таинственные избиратели и кому они помогут. Хотя ответ для многих вполне очевиден. Особенно после откровений бывшего сотрудника центрального аппарата СБУ Василия Прозорова. Он считает президента Порошенко ответственным за любые фальсификации. Система голосования под его контролем через департамент кибернетической информационной безопасности СБУ. Грубо говоря, не важно, кто как проголосует, а важно, кто как потом посчитает. Счет обещает быть сложным. По последним опросам действующий президент на третьем месте в избирательной гонке с 16 с небольшим процентами. Впереди Юлия Тимошенко и лидер Владимир Зеленский. Уверенно побеждает глава государства только Анатолия Гриценко и Юрия Бойко. Впрочем, положение Петра Алексеевича может быть еще хуже. Ведь доверия к социологическим исследованиям у экспертов все меньше. Внезапно появилось огромное количество социологических компаний, о которых до момента избирательной кампании на Украине просто никто не знал. Но даже если мы посмотрим на вполне авторитетные компании, которым уже десятки лет на Украине и которые работают на Украине в рамках социологии, то мы увидим очень значительное расхождение по тем или иным кандидатам, что наводит на мысль о не всегда добросовестной работе. Политологи говорят о так называемой формирующей социологии. То есть это не отражение мнения граждан, а попытка авторов исследования внушить им, за кого голосовать. Миллионы избирателей украинской власти и вовсе лишили права выбора. В России участки решили не открывать. А ведь здесь живут по разным оценкам до трех миллионов украинцев. Но похоже не тех, чей голос хотят услышать на родине. Мы же прекрасно понимаем, что граждане, особенно проживающие на территории Российской Федерации, вряд ли будут поддерживать действующего президента. И как следствие, никакого продолжения идей, связанной с тем, чтобы обеспечить возможность голосования гражданам на территории Российской Федерации, ни у кого не возникает. Оценить обещанную чистоту и прозрачность избирательного процесса на Украине тоже смогут далеко не все желающие. СБУ сегодня запретило въезд в страну немецкому депутату от партии «Альтернатива для Германии». Гуннер Линдеман имел неосторожность критиковать украинские власти. Накануне на дверь указали журналисту из Италии. И аккредитация тоже не помогла. И как вишенка на торте, фамилия беглого президента Януковича, ну или его полного тезки, в реестре избирателей за номером 800-488. Само по себе это ни о чем, конечно, не говорит. Куда интереснее, какой, так сказать, гусь поставит в этом бюллетене галочку и в чью пользу. Но тайна голосования едва ли позволит проследить за движением гусиной лапки. Кирилл Брани, Наталья Литовко, Наталья Сидорова и Кирилл Данилов. Первый канал.